Детская поликлиника номер 2 Открылась специальное окошко в регистратуре Остановись, хватит, пора меняться Вы тоже устали от однообразия? Хотите получать свежую и актуальную информацию в одном месте? Мы вас услышали Телекомпания Новый век меняет формат Теперь в наших выпусках полная картина дня Общественная жизнь Экономика Происшествия Культура Погода Расскажем, как сэкономить и где обслужить свое авто Ответим на волнующие вас вопросы Подскажем, чем занять ребенка Где провести досуг Как выбрать полезные и здоровые продукты И многое другое Все, что волновало и интересовало на нашем канале Новый век меняется для вас Потому что мы народное телевидение Редактор субтитров А.Семкин Сегодня в день осеннего равноденствия В мире отмечают еще одну дату День без автомобиля Ежегодно автолюбителям предлагается провести этот день В роли пешеходов Или освоить альтернативные виды транспорта Например, велосипед или гироскутер Напомним, 2017 год объявлен в России годом экологии Всемирный день без автомобиля Помогает хотя бы немного облегчить Общеэкологическую ситуацию Козел также присоединился к экоакции Эта акция именно проводится в целях Пропаганды экологии чистого воздуха Хотя бы один день Чтобы наше население города Не дышало выхлопными газами Вредными токсинами Хотя бы этот день Поддержать наш чистый воздух в городе Количество автомобилей не только в Козеле Но и во всем мире растет с каждым днем Проблема загруженности дорог является глобальной Поскольку автотранспорт разрушает природу нашей планеты Конечно, в современном мире Отказаться от машины невозможно Тем не менее, можно существенно сократить их использование Пользу для экологии принесет даже один день в год без авто Девизом праздника является фраза Город как пространство для людей Пространство для жизни А акцию поддержали не только водители, но и пешеходы Я полностью поддерживаю эту идею Потому что я за здоровый образ жизни И против загрязнения воздуха Незаконная рубка и другие нарушения лесного законодательства Выявили сотрудники Госкомлеса Тувы во время рейда в Буренхемчикском районе В ходе патрулирования группой проверены два лесных участка По договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд В ходе проверки были обнаружены нарушения лесного законодательства А именно, лесные участки не были очищены от порубочных остатков А в местечке Чертов мост Буренхемского участкового лесничества Рейдовой группой выявлено незаконно рубка лиственницы Участковому лесничему поручено разобраться, найти нарушителей и составить административный протокол Также со всеми заготовителями кедрового ореха специалисты провели профилактические беседы По соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и правил санитарной безопасности В республиканском наркодиспансере начали подавать в виде дополнительного питания для своих больных национальные блюда В меню можно увидеть курут и баштаг В первый раз, когда привезли национальные блюда курут и баштаг Наши пациенты сначала долго рассматривали, потом только через некоторое время съели Сейчас уже привыкли, принимают как должное По вкусовым качествам, конечно, очень вкусное, с сахаром все натуральное Сладкие блюда Мы не зря ввели в меню новые блюда, причем национальные, тувинские Делится врать психолог-нарколог Снежана Хамушку Результат не дал долго себя ждать С 25 августа мы заключили договор с индивидуальным предпринимателем СПОК Саянда Поставки у нас производятся два раза в неделю И больным мы даем ежедневно, тоже два раза в сутки В качестве дополнительного питания Тувинские национальные продукты питания Они производятся исключительно из молока, из натурального, из нашего местного И содержат в своем составе очень много витаминов И в связи с этим они способствуют скорейшему восстановлению организма Повышению иммунитета наших пациентов Кроме национальных блюд в меню пациентов есть еще и фитобар Это успокоительный и укрепляющий иммунитет сбора Все направлено именно на ускоренное выздоровление больных Чтобы все вернулись домой полными сил и заряженными энергией Козыле полным ходом идет прививочная кампания Вакцинацию против сезонного гриппа сделали более 13 тысяч козылчан Свой иммунитет к опасному вирусу нужно укреплять, подчеркивают медики Чтобы защитить детей от массовой заболеваемости В первую очередь нужно укреплять организм ребенка витаминами Нельзя сразу хвататься за антибиотики Главное, своевременная вакцина-профилактика, говорят педиатры Прививки мы перешли, все работаем с импортными препаратами Почему мы перешли на осложнение? Мы не видим таких осложнений, которые у нас на нашей прививке Поэтому мы, конечно, идем на импортных И там хорошо, что одна вакцина, а в ней 5 противозаболеваний Поэтому очень удобно для родителей Что родители всегда беспокоятся, что ребенку сделают вакцину температурой Это надо беспокоиться при пухлости у импортной вакцины Это резко-резко наблюдается И то это как реакция, но не осложнение В Туве снизилась численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума Сообщили в региональном министерстве труда Это подтверждают официальные статистические данные Так, по данным Красноярскстата, численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума За первое полугодие 2017 года снизилась на 10,5 тысяч человек По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Улучшить данный показатель удалось за счет переприятия Приоритетного проекта «Шаги к благополучию» За полугодие трудоустроено 7300 безработных граждан Для стимулирования предпринимательской деятельности оказана финансовая поддержка 34 гражданам Более 400 человек получили профессиональное обучение и прошли переподготовку Проектной группой до конца 2017 года планируется трудоустроить еще более 3000 безработных граждан И легализовать 1500 рабочих мест И в продолжение темы Байтайгинский, Тесхемский район и Туве Егор Атагдавурак лидер по легализации трудовых отношений Неформальная занятость Это наем персонала без оформления Выплата заработной платы в конвертах Каждый работник должен помнить, что при неоформлении трудовых отношений Юридические основания для оплаты труда работника отсутствуют Одним из основных направлений проекта «Шаги к благополучию» Является снижение неформальной занятости населения В результате проведенных рейдов за 8 месяцев текущего года На территории республики выявлено 2811 работников С которыми не заключены трудовые договоры По итогам разъяснительной работы работодатели заключили договоры Почти с 2,5 тысячами людей Легализовать неформальную занятость Без участия самих работников практически невозможно Если вам или вашим близким выплачивают зарплату в конверте Работодатель уклоняется от заключения трудового договора Вы можете позвонить в проектный офис Минтруда По телефону 261-86-20610 А также в Государственную инспекцию труда В Республике Тыва по телефону 6-2502 И о курсах валют Доллар стоит 58 рублей 22 копейки А евро 69 рублей 26 копеек Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден! Солевая пещера Ассоль Морской курорт в двух шагах от дома Наш адрес С Калинина 3, дров 3 Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.РУ ничего не откладывайте с кредитом 0036 Так двухкамерный холодильник Бош Всего за 694 рубля в месяц РБТ.РУ Магазин «Уютный дом» Предлагает эксклюзивный интерьерный багет И лепнину из полиуретана Для оформления отделки Квартир, коттеджей и офисов Наличный и под заказ Уютный дом Аюна Курсейда 54 Более 5,5 тысяч человек Остались без света в Тоджинском районе 21 сентября Там произошла аварийная остановка Дизель-генератора Сообщили в Главном управлении МЧС Приспублики Тыва Причина выхода из строя Попадание охлаждающей жидкости В корпус турбины Необходимые запасные части имеются В результате в трех населенных пунктах Тоджинского района Торехем и Адыр-Кежик Введено веерное подключение Электроснабжения с интервалом в 4 часа На всех 10 социально значимых объектах Имеются дизель-генераторы Они работают в штатном режиме В Торехольском районе Тувы Зафиксирован подземный толчок Магнитудой 4,2 балла Землетрясение произошло В половине 12 ночи 20 сентября По оперативной информации Колебания земной поверхности В населенном пункте не ощущались Пострадавших и разрушений не зафиксировано Система электроснабжения и связи Работают в штатном режиме 70 литров контрафактного спиртного Изъяли полицейские в Бурнхемчикском районе Сообщили в региональном министерстве внутренних дел На 48-м километре автодороги Ак-Доврак-Абаза Сотрудники ДПС остановили для проверки Автомашину иностранного производства Под управлением 49-летнего жителя Чадана В ходе досмотра автомобиля Сотрудники полиции обнаружили И изъяли 60 бутылок водки Без акцизных марок Установлено, что указанная алкогольная продукция Принадлежит 50-летней женщине Пассажиру автомобиля Еще один факт выявлен на том же участке дороги Сотрудники ГИБДД остановили для проверки Автомашину марки УАЗ За рулем которой находился 21-летний житель села Хандагайты При досмотре транспортного средства Сотрудники полиции обнаружили в салоне И изъяли 80 бутылок водки Без акцизных марок, принадлежащие водителю Изъяты сотрудниками полиции Алкогольная продукция Направлены на экспертизы В экспертный криминалистический центр МВД Преспублики Тыва В действиях пассажиры-водители Транспортных средств Усматриваются признаки административного правонарушения По данным фактам проводятся проверки Презультатом которых будет принято Соответствующее процессуальное решение 28 сентября Тувинский государственный театр кукол Открывает новый четвертый сезон Сказка «Шепот леса» По мотивам произведения Лидии Чарской Режиссер-постановщик спектакля Светлана Андар Художник-постановщик Начин Шалык Премьерный спектакль, открывающий новый сезон Тувинского государственного театра кукол Будет благотворительным Первыми его посмотрят бесплатно Маленькие зрители с ограниченными возможностями здоровья Спектакль состоится 27 сентября в 13 часов 23 сентября с 10 часов утра В Национальном музее Тувы Состоится презентация туристического маршрута Долина Царей Над этим проектом на протяжении долгих лет Трудилась Ольга Мангуш Старший научный сотрудник отдела археологии Национального музея Республики Тыван Сегодня любой желающий сможет посетить И увидеть воочию древние курганы Памятники трехтысячелетней давности Получить достоверную информацию на стендах Маршрут это не только знания о скифах Но и погружение в атмосферу загадочности Секрет древности и таинственности После презентации 23 сентября Состоится выезд по первому Туристко-познавательному маршруту В Турано-Уюкское Котловине В Козеле открылся очередной сезон Ежемесячного турнира по национальной борьбе Хуреш среди высших и средних учебных заведений На участие в турнире было заявлено 8 команд, среди которых есть и лидеры Прошлого учебного сезона Хуреш с каждым годом становится популярным Национальным видом спорта среди молодежи Так, в 2015 году Департаментом культуры, спорта и молодежной политики Мэрии Козыла было принято решение О проведении ежемесячного турнира среди студентов У нас система будет такая Первым будет система стенка на стенку Потом абсолютное первенство будет И как сказать, это все для пропаганды здорового образа жизни Молодежь несет особую ответственность за сохранение развития культуры и спорта в Тувем Спорт закаляет, воодушевляет каждого, кто им занимается Говорит Белек, Баир, Делек Именно по этой причине родителей молодого спортсмена С детства привили ему любовь к национальной борьбе И также он сам будет учить детей спорту Потому что Тувеминская национальная борьба Это наша в первую очередь гордость И во вторую, чтобы для свободного времени Чтобы не было там, постоянно надо заниматься И для факультета тоже, чтобы соперничество было Для студентов физкультурного факультета турнир необходим Целеустремленность, которую борцы проявляют в турнире Нужна для будущих педагогов, считает преподаватель ТГУ На нашем факультете очень много молодых людей Интересующихся национальной борьбой Есть среди них и те, которые в последующем уходят в большой спорт Все зависит от первого толчка, который они получили в учебных заведениях Несмотря на то, что турнир ежемесячный Количество желающих участвовать в борьбе с каждым разом увеличивается Но одно остается неизменным Танец орла, захватывающая схватка И молодые люди, желающие стать титулованными борцами республики В Кисловодске 18 сентября открылись всероссийские соревнования по художественной гимнастике Среди представителей спортивных сообществ Вооруженных сил России на призы олимпийской чемпионки Ирины Чащины Участие в них принимают около 230 спортсменок Из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Иркутска, Владивостока, Ставропольского и Краснодарского краев Республику представляют 5 воспитанниц ЦСКА ТВА под руководством тренера Алены Удот Гимнастки выступают в личном первенстве и в групповых упражнениях с предметами и без 10 лучших спортсменок по итогам турнира отправятся на всероссийские соревнования юных гимнастки Которые пройдут в Пензе с 8 по 14 октября В ближайшие сутки местами в республике ТВА ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду Мокрый снег, ночью гололедица В Кызыле переменная облачность, местами небольшой дождь Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду Температура воздуха днем плюс 13, плюс 15 градусов, ночью плюс 1, плюс 3 Атмосферное давление 705 миллиметров ртутного столба По сообщению Гесметио в предстоящие сутки в Туране-Арадане облачно, без осадков, местами туман Температура воздуха утром плюс 2, днем плюс 8 На полке и в Тензебее пасмурно, без осадков, температура утром плюс 5, днем плюс 8 Во всей трассе проезд удовлетворительный Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!